Доброго времени суток друзья. Сегодня мы с вами постараемся разобраться, кем же все-таки был Исыкский золотой человек, также известный как Алтына Адам, найденный в результате раскопок кургана Иссык близ Алматы. В 1969 году группой казахстанских ученых под руководством археолога Кемали Акишевича Акишева был обнаружен уникальный археологический комплекс Исыкского могильника. Могильник состоит из 45 больших царских курганов диаметром от 30 до 90 и высотой от 4 до 15 метров. После сноса насыпи, на глубине 1,2 метра от уровня древнего горизонта были обнаружены два захоронения, центральное и боковое. Центральное было неоднократно ограблено. Боковая могила оказалась непотревоженной, захоронение и погребенный инвентарь сохранились полностью. Погребальная камера была сооружена из обработанных бревен ели. В северной половине были обнаружены останки погребенного. Было найдено свыше 4000 золотых предметов, железные мечи, кинжал, бронзовое зеркало, глиняные, металлические и деревянные сосуды. На скелете и под ним было обнаружено множество золотых украшений, одежды, головного убора и обуви. По антропологическому определению, Смогулова захороненный в Кургане Иссык имеет характерный для семереченских саков европеоидный облик с примесью монголоидных черт, возраст его 16-18 лет. В связи с последующей потерей костных останков отсутствует возможность провести реконструкцию внешности или сделать хромосомный анализ. Кем они были потеряны и по какой причине нам установить не удалось. Предметы, находящиеся в захоронении, могут принадлежать как мужчине, так и женщине. Предположительно, это Сактиграхауда, потому что у него на голове остроконечный головной убор высотой 70 сантиметров, украшенный золотыми пластинами и бляхами с изображением коней, барсов, горных козлов, птиц, деревьев. На 80-сантиметровом головном уборе имеются четыре стрелы, которые означают четыре стороны света и являются знаком правления. По этому признаку был сделан вывод, что золотой человек принадлежал к правящей династии. Не исключено, что в могильнике были захоронены отец и сын, принадлежавшие царскому сословию. Найденный золотой человек и является сыном. Захоронение золотого человека, единственное, оставшееся уцелевшим после нападок грабителей. Все близлежащие кургана были разграблены. Тело сакского воина лежало не в основном отсеке, возможно, из-за этого оно и сохранилось. Алтын Адам погиб от удара в спину клинком. Одной из загадок исыкской находки по сей день остается серебряная чаша с 26 знаками, нацарапанными на ее дне в две строки. Множество ученых и лингвистов пытались расшифровать надпись, но каждый из вариантов перевода не совпадает с остальными. Надпись на чаше является одним из немногих образцов исыкского письма. Образцы деревянной посуды, обнаруженные в усыпальнице золотого человека, такие как деревянное блюдо, табак и черпак для кумыса, ажал очень похожи на традиционную казахскую посуду. Золотой человек – самое известное археологическое открытие в истории Казахстана, ставшее неотъемлемой частью символики страны. Сейчас оригинал золотого человека находится в Государственном музее золота и драгоценных металлов в Астане.